Крыша с видом на исторический центр, правда, в очень плачевном состоянии. Реставрация дома Либмана началась еще в 2019 году и должна была прийти к логическому завершению. Рабочие сняли крышу, чтобы заменить ее на новую, а пятый этаж застелили пленкой, которая совсем не защищает жильцов от осадков. Тендер на реконструкцию дома выиграла столичная компания «Укрспецпроект». Та же, что занималась восстановлением здания по соседству дома Русова. По плану у строителей – реставрация фасада памятника архитектуры, укрепление фундамента, восстановление декоративных элементов и ремонт крыши. На объект выделили 16 миллионов гривен, но куда ушла эта сумма, остается только догадываться. Работы планировали закончить в декабре этого года, однако из-за дополнительных расходов процесс затянулся. Немногочисленные жильцы дома делятся своими наблюдениями. Рабочие скорее разрушают здание, чем восстанавливают его. В свою очередь, чиновники уверяют местных в том, что подрядчик понесет ответственность за нанесенный ущерб. Кроме того, обещают разорвать тендерные договоренности с недобросовестной организацией. Периодически с нами боролись за эти годы, воду отключали, свет, интернет, угрожали нам, много чего было. Здесь была куча комиссий, постоянно что-то помогали нам как-то выживать. Но вот в связи с реставрацией, которую сейчас нас осчастливили с лета прошлого года, такое ощущение у нас, что мы живем абсолютно без власти. Дом Либмана – одно из самых новых зданий 19-го столетия. Тогда он был известен одесситам и гостям города благодаря пекарне, которая располагалась на первом этаже. После революционный период верхние этажи были поделены на коммунальные квартиры. Сейчас в доме проживают всего две семьи. Они бережно относятся к дому, в котором прожили большую часть жизни. Местные отмечают, после пожара в сентябре прошлого года несколько семей сдались в борьбе за спасение дома и покинули его стены. Письма счастья, которые неустанно пишут одесситы с 2010 года, в различные инстанции часто остаются без ответа. Мэрия кивает на СМД, которое должно решать проблемы жильцов, но оно контролируется теми, кто в квартирах дома не проживает. Организация была создана фиктивно теми жильцами, которые здесь не живут, хозяевами квартир. И эти хозяева квартиры находятся в плотной связке с строительной компанией «Инкоргрупп», рука которой уже разрушила не один дом в нашем городе. В настоящий момент дом на балансе ни у кого в городе вообще не стоит. Не стоит, это можно проверить по документам, по всем базам. И, конечно, мы просим помощи для того, чтобы сохранить этот самый красивый дом в городе и, кроме того, обеспечить нам нормальную, спокойную жизнь. Когда была снесена крыша и не было завезено никаких материалов для того, чтобы законсервировать ту часть крыши, которую они убрали. И присылать нам вообще какие-то, я даже не могу это правильным словом назвать, ответы о том, что крыша несет нагрузку на дом. Вы вообще где-то такое вообще слышали? Управление капитального строительства обещает, что к концу этого года на доме Либмана появятся временные технические сооружения, которые защитят памятник от осадков. Проектная документация по реставрации, по словам жильцов, проходит корректировки. В планах у города выбрать нового подрядчика. И если дому все-таки повезет найти финансирование, работы смогут завершить к концу 2021 года. А пока пятый этаж дома прикрывает обычная пленка. Единственная защита жильцов от дождя и снега. Главный инженер сказал, что до конца этого года крыша какая-то здесь будет присутствовать. Если ее с августа месяца здесь никакой нет крыши, мы очень сомневаемся в том, что до конца года, когда каждый день тут дожди и сейчас будет снег и Новый год, то может быть он вообще не этот год имел в виду. Очень хочется уточнить. На зиму рабочие законсервировали восстановленные элементы лепнины. Впрочем, о квартирах людей никто не позаботился. Обитатели дома Либмана часто задумывались о переезде, учитывая условия жизни. Но сдаваться не собираются. И все еще надеются на то, что когда-нибудь их жилище обретет прежний вид.